Здравствуйте, дорогие друзья и самые лучшие в мире зрители! Сегодня я приготовила для вас сюрприз. Особенно он будет интересен прекрасной половине человечества. Мы будем говорить об обуви. А сейчас мы находимся с вами на нашей любимой тишинке. На выставке-ярмарке Тюбитейка. И мы, как всегда, находимся с Женей Евгенией Высоцкой. Вы ее знаете. И у нас сегодня будет очень интересная лекция. Коллекционера обуви. Владельца единственного частного музея обуви в России, Назима Мусафаева. У него, потому что столько обуви, но любую тему, но любой вкус. Сегодня выставка посвящена обуви этнической. Это как и, собственно говоря, Восточный базар, тоже у нас к этнической теме относится. Ну и выставка тоже посвящена этнической обуви. Немножко расскажу про этническую обувь в подробности. Но прежде чем мы перейдем к обуви, я начну показывать конкретные образцы. Я просто, ну вот такое посвящение небольшое сделаю с картинками, скажем так. Мы говорим об этнической обуви. Я особенно обращаю на это внимание. Не о национальной, не как-то какой-то, не разделяем там по государству, но это национальность. Мы говорим об этносе, потому что это не всегда одно и то же. Этносы – это сложившиеся такие исторически устойчивые группы. Они объединены обычно территорией, там, ареалом обитания. Хотя в силу современных политических условий многие этносы окажутся разделенными какими-то государствами. И уже национальности могут быть там немножко другими. Здесь вообще третье, на ободочке четвертое. Внутри, если посмотреть, еще один. То есть вроде бы такой очень простой функциональный элемент. Понимаете, это как лапки. Прилей, носили, выкидывали. То есть это для работы в поле. Но они достаточно, я думаю, что они от снега могут защитить. Потому что они плотные. Ощущение такое, как набитые. Поэтому, опять же, красота и такая. Какая лапки. Я думаю, что ликва часто использую. Потому что она без волокон. Она легкая, сушится. И вот она достаточно легкая. Если бы не этот вот металл, который бы не укрепленный, да? И медная пластина, которая абсолютно чистая для украшений. То, что интересно тоже в этнической обуви, хотя ее назначение всегда функциональное, в ней должны были работать. О красоте никогда не забывали, да? Потому что обуви несколько функций. Первая – защитная. Декоративная где-то там на втором месте, на третьем. Но, тем не менее, ее очень часто украшали и приводили в какой-то такой вид. А, ну вот. Да, походу. Это не накупили в Голландии себе ботиночек. Не накупили ходить. Ну вот она не очень тяжелая, так сказать. И стополя. Для такого объема, да, кажется, что она... Совершенно удивительная вещь, которая представлена только в Китае. Ни в одной стране вокруг Китая, даже близких, это не практиковалось. Несмотря на то, что, скажем, Корея всегда считала себя, ну, в какой-то период, там, подчиненной Китаем, не напрямую, но, тем не менее, заимствовали многие вещи. И вот в это мажорское правление корейцы тоже стали брить головы для того, чтобы, как бы, делать, как оператор. Но вот эта традиция почему-то никогда никуда не переносилась. Но у Китайцев она была очень... Это не сейчас она, девочки. Но в Китае женщина это лишний род. Просто лишний род. Когда рождалась девочка, это несчастье. Мальчик, это радость. И вот одна из традиций, которая тысяча с лишним лет там держалась, это бинтование ножек. Девочкам, опа! Девочкам с младенчеством, там, ну, данные самые разные. С трех, с пяти лет. Перевязывали, перебинтовали. Сначала, пока еще кости не сформировались, кричили сначала передние пальцы, потом большой. Фактически ножку ломали, и получалось вот такой вот треугольничек семь с половиной сантиметров. И для нее делали специальную обувь лотоса. Это считалось красивым. Эта женщина считалась, вот, как бы, драгоценностью. Ее носили там в паланкине, она особенно не ходила. Хотя, миссионеры христианские в конце 18 века писали, что эти женщины играли в некое подобие футбола, там, какого-то мяча. То есть, работать, они работали по дому-коте. Они все различались по провинциям, по местностям, по способу вышивки, по форме немножко отличались. Но они были вот для такой вот ровности. Традиция эта официально была запрещена в 911 году, после революции. Но, вот, хороший пример, у нас на одном каблучке стерлась, да, и там газета, написано 1933. То есть, она, говорят, до 50-х годов эта традиция все еще потихонечку поддерживалась в отдельных, там, далеких областях. Вот то, что я говорил в японской этапе. Носки с отдельным пальцем большим. Это уже современный вариант, но обычно темный это мужской, а женский обычно был белый носочек. Он обычно простой, и носился он вот с такими зориками. Фильс какая? Фильс из кожи, например, 50-й. Ну, вот здесь там не по размеру, но, как вы понимаете, вот так вот там, где-то на палеце, так они и ходили. И в гетто так ходили, и в зори. То есть, вот такой табель практически обязательный элемент при полном костюме. То есть, это самые-самые, это... Да, вот эти вот. Они ходили босиком всегда, там была идея о том, что они все-таки всегда показывают своему хозяину, что они ниже рангом, чем он. То есть, вот мы перед тобой, я же, знаете, никогда не друг. Ну, вот китайский, давайте посмотрим. Вот это самое вансьо распространенное. Это уже, конечно, фабричное изготовление, но такую шили дома, она очень простая, тканевая. И вот такого вида платформа, может быть, разной толщины, может быть, тонкая подошва, а может быть, на небольшой платформочке. Да, это просто вот, чем крепче носочек, тем он дольше держится, да. А разве это не смазано? Или это праздничный вариант? Ну, нет. Но это же не домашний? Наверное. Нет, это не домашний, это обычная уличная обувь. Наверное, могла размокать, но, видите, были калоши все-таки. Садили в таких вот обуви. В таких дождях, конечно, на разных платформах. Обувь манчжурская. Она на небольшой платформе, и есть совершенно необычная манчжурская обувь. Платформа в виде такой ножки-вазочки. Мы потом посмотрим. Тоже очень богато и декорирована вся. Вот она. Так ходили манчжуры. А китайцы перевязывали ножки? Да? Нет, она совершенно... Нога нормальная, манчжурская. Обычно манчжурская платформа высокая. И это платформа в виде лодочки. А вот эта вот так называемая хуапанди. Это вот платформа, которая была, как считается... Ее, наверное, называют по следу, ее называют лошадиные копыты. Или называют там вазой для цветов. Она, собственно, позволяла имитировать такой маленький шажок, который был возможен только в этой обуви, в лотосах. Но при этом нога не уродовалась, не ломалась, ничего. И поэтому вот манчжуры ходили именно так. Это чисто манчжурская трансформа. Ее в том числе и в обуви практически безгранична и очень-очень разнообразна. Конечно, такие яркие примеры. Это обувь с высокими загнутыми носочками, богатые декорированные вышивки, золотное шитье, блески. Что только не применяется. По-моему, все, что как бы... Вот у них один тип манчжари, это вся обувь называется манчжари, с таким индийской. Но манчжари хуса, это вот с высоким задником и удлиненным загнутым носочком. Причем они тоже в разных вариантах. Чисто из кожи, кожа сливки. Терсанок. Тхаса. Манчжари тхаса закругленные. Они тоже очень интересны, потому что вот эти вот вещи. Нужно было начать как с пятки, так и опустить в пятку, как домашний, как бы. Но, видите, они украшены вот аж до тех пор, которых не видно, то есть как они загибаются. То есть иногда они очень богатые украшены. Есть, кстати, многое считают, то есть красивые. Но есть еще и как бы... С ювиди. С ювиди. С ювиди, ну вот, конечно. Вот. Это турецкие, мужские, видимо, 20-е какие-то. Это, конечно, 19-го века, уже ближе к европейскому образцу. Что разнообразие... Турки делали очень много, в Османской империи делали очень много обуви, которые отправлялись в Европу. Залонное шитье такое. В Европе используются, скажем... С двумя просто перемычками такими, как скамеечка, да. Обычно гетто, мы тоже думаем, как баланс. Гетто носится так, что пятка сантиметра на 2-3 отступает. Ух ты. Примерно так, да. Поддерживай баланс. Эти гетто, видите, они с колокольчиком. То есть, когда ты идешь, известно, что подобного рода по форме гетто носили ученицы гейши майка. Но у них было ранжирование по цвету перемычек этих. Желтые, это уже к самому моменту окончания учебы майка. А по-моему, перед этим голубые или синие были. Но вот такие... Обычно они носили простые гетто, дерево или черный цвет. А цветные такие надевали девочки на праздник детей такой, тысячелетний тоже праздник. Потому что японцев считалось, что если ребенок пережил 3 года, то он дальше будет жить. 5 лет, тем более 7 лет, то уже все. Можно как-то. И вот до сих пор существует праздник, когда всех детей, которым исполнилось 3, 5 или 7 лет, выводят на такой парад, какие-то красивые одежды. Девочкам на кимоно уже надевают не веревочку, а прояс настоящий. Обе мальчиков надевают штаны традиционные. В Индии еще это связано с тем, что индусы придерживаются джанисты принципа не ахимса, так называемый, не убиения всего живого. И для них оказывает... Чем меньше давление оказывается на землю, тем лучше, тем меньше возможно наступить на какую-нибудь букашку, на что-то еще. Поэтому с землей соприкосновение идет не полностью, а только с двумя поверхностями. Вот с этой, вот с этой, с этой. То есть чем меньше, тем лучше. Вот из-за этого оно такое чуть-чуть объясняется таким вещам. А Османская империя... Опять почему-то у меня на Макентоше проявилась, я здесь не знаю вообще. Ну вот. Это... Нет, это уже... Надо было там проверить. В Османской империи очень много обуви так называемого деревянной капкабы или тыкунией их называют. Я, кстати, как-то в Инстаграме опубликовал такое, мне дама из Египта написала, что у нас точно такая же, он называл чуть-чуть по-другому. Но это понятно, потому что Османская империя занимала огромная территория. Балканы до Венгрии дошла, понимаете? И там заимствования были очень-очень большие. И вот в этом городе Батавия люди приславились такой вот вышивкой. Микробисер, богемский. Не только обувь, сумочки. В общем, там целая традиция вышивания была такая. Здесь видно петухи по южематских районах использовались. Но в Китае это могло быть все что угодно. Но это могло быть все что угодно. Потому что подошва украшена так богато, что только пешим человеку это, только в стриминах, только человек как бы в седле может показать красоту этой обуви. Иначе вы не увидите. А для меня конструктивно еще интересен один момент. Вот то, что мы видим снаружи, каблук закрепленный такой, на самом деле он здесь вот даже скреплен. На самом деле это пластина металлическая. Внутри, которая здесь плоская, а потом в конце области каблука она выходит сюда и превращается в такую трубку. И для меня интересно то, что в обуви, вот в 18-й, особенно в женской каблучной, не было супинатора. А здесь фактически эта пластина, которая переходит в каблук, выполняет такую вот роль супинатора. Но каблук в садику, конечно, был нужен, потому что легче было держаться. В стриме вот такая вот, где сложная, когда-то приобрет. надо заводить каракул. Вот он развалился и ассортимент. И не участие о выкупе. Вот эти вещи приобретены у одного, я думаю, что он сам, у него родители из Средней Азии, если там революционный период, то есть какие-то варианты были. Причем интересно, что у тех, здесь каблук, видите, круглый, а там граненый. А можно спросить, а вот эти не широкие, тоже нога как-то свободная? Нога обычно носили в шерстяном носке. Это такая обувь, как бы ее скинул в доме, пошел, вышел. Да, да, она и такая. Здесь очень интересная пара, немножко как бы не... не географически неподходящая. В заключение, мои дорогие, я приготовила для вас сюрприз. Перед вами знаменитые сафьяновые сапожки. Помните мультфильмы, картинки из детских книг со сказками, где добрые молодцы щеголяют в ярких расписных сапожках? Вот они перед вами. Их изготавливали и носили в XIV-XVII веках. Сапоги были заостренным носком и косо-срезанным голенищем, оршивали серебром и золотом, украшали камнями, жемчугом, вышивкой, бисером. Сафьян – это тонкая и мягкая кожа, напоминает замшу. Праздничные сафьяновые сапоги изготавливали из цветной кожи – красной, зеленой, голубой, которую окрашивали во время выделки. Такая кожаная обувь была довольно дорогой и носили их знатные сословия – цари, бояре, богатые купцы или надевали в очень парадных случаях. Сапоги русичи имели острые, приподнятые носки, благодаря чему нога в таком сапоге не застревала в стремени. Вот, к сожалению, пришло время и нам с вами прощаться. Очень жаль. Надеюсь, вам было интересно, потому что я, мне просто восторги была от того, что увидела. И желаю вам всего самого хорошего, в первую очередь, здоровья и мирного неба. Обнимаю вас. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова